здравствуйте мои хорошие мои любимые территория мука лить мармсят сегодня мы опять бегаем по магазинам то все общем дома покажу обзор но вот магазине максимум за 17 евро 99 центов скидка с 24 евро прямо здесь даже не заходя как бы в магазин грубо говоря в сам зал стоят елочки но елочки какие они вот такие как я не знаю как назвать не елочки в общем но у меня что-то я теряюсь в названиях квалификации елочек и елки интересно не пахнут так девочки вы мне писали о том что надо в максимум бежать тут со скидкой шампанское я хочу надеяна на день рождения на новый год хочу главное слово ключевое абрау дирсо во всяком случае она точно там вот сделано из того что надо это не мы не будем спеть с вами точно яблочный сок или из лепестков розы тот что-то вот но все-таки абрау дирсо делать такое натурально настоящие каркаде это часть ну в общем вот на проще гибиксуса который растет в каждой поликлинике да это гибиксус подожди не сбивай меня суданская роза есть гибиксус который растет в каждом доме не отвлекай меня от самого важного дела за год а значит абрау дирсо блюд семиде полусухое и сладкое все они по 699 это самый важный момент прошу заметить за год я беру всегда полусухое муж берет попробовать блюд ну а александра любит sweet ну в общем мне кажется надо тут прямо наборчик такой сделать в общем мы сегодня на деле ну вот наши покупки сливочное масло надо будет морковка и шампанское слегка понимаете вот теперь моя душа спокоен теперь могу спать спокойно чем это только не набрали обычным берем 6 на этот раз как-то нас больше не знаю я волную на день рождения муж я рассказывал уже о том что мужу угораздило родиться 30 декабря в общем набрали вина набрали мы здесь красного вина кинзмараули кинзмараули ол тбилиси и кинзмараули здесь немножечко такой тон разный то есть у нас четыре бутылки красного вина на день рождения и глюк на это горячее вино горячее вино пряное то что мы с вами пробовали на ратушной площади когда гуляли вот тоже это на рождество и еще взяли шампанское сандра любит только мартини осте дольче ну в общем мы к новому году рождеству дню рождению готовы все закупились главная морковь на котлеты и шампанское но общий чек на 127 евро шампанское 699 а вина вина тоже по 699 да и вина тоже 699 так что все 6 7 евро по добрались до дома муж таскает бутылки такие знать плотные сетки у нас еще старый риф из канарских этих островов с острова привезли анчики плотный хороший хорошо выдерживают все наши нагрузки магазинов и шампанского тоже очень много шампанского купили да я понимаю наверное ваше удивление но получается понимаете как что это шампанское мы покупаем как будто бы в принципе раз в год потому что наши дни рождения у всех и все и как-то мы не пью но не пьем не вне рождения никогда вот а значит в новый год мы отыгрываемся за весь год отходила потому что пришел муж с шампанским и вызвал меня срочно надо сказать срочно надо сказать все о съемка останавливаем срочно вопрос решим что там такое за домашний вопрос по хозяйству камера остановилась сколько же мы купили шампанского вопрос я где-то стоило меня останавливать из-за этого теперь я уже не помню чего я говорила о чем вообще и чё и кто и что я здесь в общем его забудет такой вопрос сейчас немедленно вот надо его решить вспомнил он такую фразу пока грузила шампанское из машины по сеткам чтобы сюда поднять а я про сетки говорила вспомнила вот и значит есть такая фраза вспомнил муж про спорил ящик шампанского вот он задается вопросом сколько бутылок в ящике шампанского я не знаю 20 наверно не знаю как то потому что нет наверно слишком много да потому что пиво наверное вроде он говорит 24 на 3 2 на я не знаю короче 4 на 5 в общем скот муж просит узнать у вас сколько бутылок шампанского помещается в один ящик в магазине когда он вообще почему мы купили вот такими как сказать вот этими сетками все это таскаем на ленте едет почему мы не ящиками там как-то нет так что ящик ящик надо было может быть спрашивать но такой крепкий он она стоит или вас как возвращать потому что короче носки заботы в общем ответьте пожалуйста мужу сколько шампанских этих бутылок в одном ящике я бренд уже не знаю 20 мне кажется тяжело 10 вроде как я смотрю мало чем я не разбираюсь итак у нас с вами своя тема все они отвлекались на что это такое вообще шампанское не все потом пересчитаем потом пересчитаем все отволочем в уголок и будем сейчас считать и шампанское вино и горячее а сейчас у нас так про как я говорю на таких моментах про зайку то есть про зайка да что мы купили в этом были в грозе опять опять в магазин все время ходим не думайте что опять все съели мы не мы не все доели почему-то опять ходили опять потому что надо и там я к чему все так длинно там было очень интересная парочка коробочек я хочу вам показать потому что это неплохая идея к будущему успех наступающим уже новому году рождество у нас еще день рождения в общем праздников много и вот эти две коробочки сейчас вам хочу показать но остальное такое обычное все но эти коробочки очень даже мне они понравились интересная идея пришла мне в голову с ними сейчас я сначала подойду к этому столу тучу пройти надо вот кстати эти пакеты которые мы на тенерифе с ними беннэттон нет это беннэттон там в милане магазин продуктовый моего оттуда такой хороший слушатель добротный мы с ним он выдерживает все это сетка какая-то невероятно гигантских размеров тут места для бутылок вот есть вот прямо вот здесь вот такие перемычки и она вот здесь еще застегивается вот это вот в милане мы тоже набирали всякого поэтому надо было тоже всякие тяжести а это меркодона это вот и стены стены рифе сетки тоже классно таким и такс на них и живем так пересчитывать мы будем с вами чуть позже добрести нам надо с вами сначала до стола так вот что я хочу показать вроде сильно много не покупали но вот тут есть интересные вещи интересные вещи вот эти две коробки татар летки к короче корзиночки корзиночки солененькие и корзиночки сладенькие то есть обычно я покупаю такие песочные корзиночки чтобы на праздник туда что-то накласть положить сервировать что-нибудь там паштет или то или сё и они как бы надоели как-то не значит мне вот в последний разы чатый вкус не нравится общем я увидела такие вот новенькие на интересно что они без пальмового масла тут перечеркнуто это 24 штуки татар летки корзиночки из песочного теста в каждой коробке сладкая и солененькая так вот мне так кажется отброс сладкий до нос для того чтобы она не намокла от начинки во первых ее надо взять кисть и горячим шоколадом промазать дно промазать но и тогда этот шоколад застынет и можно класть какой-нибудь честь крем свежую клубнику или еще с фруктами что-то украсить да вот интересное и так вот она на стол тут новогодние там не знаю на праздничный короче потому что у нас день рождения то еще будем называть это условно праздничный вот так что вот такие сладкие и вот такие солененькие солененькие то же самое там я не знаю что можно авокадо с лососем там может быть что-то с икрой придумать тоже какой-то крем в общем это же так вот сервера сервировать тоже 24 штуки вот и стоили они сейчас будут в чеке подсматривать евро 98 одна коробка 24 штуки стоит евро 98 все наши цены в евро 155 раз повторяю все равно люди спрашивают хочу у нас рубли до вас рубли а у нас нет значит так у нас мы были в нескольких магазинах потому что я гоняюсь за шампанским масло вот это было в магазине максима и все шампанское вина и и глёк мы купили тоже максиме евро 15 стоит сливочное масло 82 процента абсолютно настоящая нормальная сливочное масло 180 грамм я посмотрела за килограмм там 6 евро с небольшим за килограмм муж у меня всегда смотрит не на стоимость пачки а на стоимость килограмма я тоже научилась и тоже смотрю там были пачки по евро у я такая довольно нахватала а потом смотрю за килограмм чего-то 790 у и а здесь и там играм меньше стол в пачке а здесь значит евро 15 за килограмм 6 чем-то я тебе тоже смотрю за килограмм научилась тоже умная морковка сколько-то там центов было роскошнейшая наикрасивейшая роскошнейшая плюс красивая я подумал о том что неплохо было бы сделать свои морковные котлеты но он прям такая уж красавица тоже максиме сколько она там стоила я даже не помню мало морковка стоит это общем из максима дальше grossi под значит опять много это колбаса которым их хвост и в гриву вареная с сыром сегодня наконец для меня открылась великое таинство мы разговаривали с продавщицей по поводу отрезания железных концов господи как как же я еще глупо короче вы не представляете я не понимала почему всегда продавцы спрашивают вам отрезать железные кончики у целой колбасы вот у этой большой или нет я сегодня не выдержал мир от стыдно не иногда бывает стыдно и я у меня спросил игры почему это что вес лишний или что она начала смеяться очень приятная обаятельная девушка она говорит вес в двух вот этих желез железок на концах колбасы на попках колбасы весит ровно 1 грамм то есть здесь дело совершенно не в весе игру но в чем тогда почему всегда спрашивают продавцы вам отрезать нет я бы конечно мне чудо лишний вес мне оказалось господи какая молода глупая наивна оказывается когда вы срезаете эти концы это колбаса идет у вас сразу в еду сразу в оборот так сказать а если вы увидели ее по скидке какого-то там числа на ней вот стоит там срок годности допустим 2 января она сейчас уже продается но со скидкой и вот вы ее покупаете не отрезаете эти концы и она у вас хранится по сроку совершенно спокойно в холодильнике понимать я лично это не знала там все позори а знание с надо смеяться надо что вот вот вы что смело им грешно смеяться воды короче если вы значит ее берете не обрезаете концов то она у вас холодильнике спокойненько лежит весь вот этот срок а срок у нее длинный а если вы конце отрезали значит все конец колбаски не надо сразу съесть поэтому я сказала все срочно отрезайте чтобы меня не было повода чтобы она не лежит у тебя колбаса сыром она не идет у меня в салат но вообще по сути хорошие и только люблю ракверскую это было отступили колбасное лирическое отступление а дальше дальше ничего дома не готова не знаю чем я так занята потому что я не знаю чем не за я чем-то занята в общем вот тут сразу это я сразу тоже кстати из массы экономиков вафли с шоколадом и с орехами вафельки вот такая-то в носочек у меня знаете ли две две девушки в доме 1 1 практически никогда нет но когда она приезжает она очень удивляется что у гномик как сказать не копит это в носочки там копиться должно вот так что и вот такая вторая очень обаятельная очень так это сразу прячь так убрала морковку от греха подальше в максиме еще дают вот таких серий гарри поттеров надо собирать и потом что-то там можно купить подешевле такие штучки не хоть очень хорошо на карандаш помещается не знаю красиво как-то равнодушно к этому и вот они то прозрачные всякие на каждые сколько-то евро даются эти фигурки этот раз взяла яйца взяла яйца крупные прошлый раз брала яйца маленькие дешевые типа до дешевых в грозе в магазине слушайте они вот такие вот они чуть больше перепелиных и для того чтобы сделать мужу омлет у меня уходит не двоится опять и результат такой же в общем я больше решила так не делать и решила брать большие яйца чтобы они нормально хотела сказать человеческие но не скажу большие яйца дороже стоит евро 58 но они хотя бы яйца вот здесь два три яйца и у вас омлет они 5 6 7 штук вот так что суры суры ну на большие яйца продолжаю учить эстонский не забываем так что еще здесь муж взял себе за 42 цента какие-то чесночные хлебцы будет грызть хочет похрустеть чем-то видать а здесь краб какой-то у него тоже сухарики пшенично-ржаный со вкусом краб краб рядом наверно лежал они вообще стоят 20 центов опять взяла петрушки и опять взяла 6 помидоров 56 центов стоит тарелочка с петрушкой 6 евро 48 центов килограмм петрушки я делаю все эти овощные тетери те в теле с овощами до которой заливка просто как-то они настолько мгновенно улетают вот сандра уехала тоже попросил гадайка я возьму с собой рядом дома пусто приедем сейчас ну вот и как-то вот они такие вкусные потому что карри каенский перец там много всяких приправ и вот они прям как-то так хорошо улетают немножко и фарша и заливка помидоров много в собственном соку на общем кто делал со мной знаете вот и я хочу как нормальный противень хоть увидеть раз по-человечески чтобы их никто никуда не растащил так помидоры не сказал сколько стоит буду подглядывать в чеке 2 евро 38 центов за килограмм это называется копор на веточке который помидор нашла его в чеке но мне все равно мне его бланшировать и в соус шикарно помидоры так знаете плавают собственным соку соки да про соки не будем это шампанское соки потом не берешься проблем и выводы на на делаете сегодня ничего не готовила мне сегодня лень на самом деле дела всякие спешу оговориться чтобы не подумали не знают еще с про меня но лентяйка я даму что значит салата взяли сейчас на всех 3 евро 48 центов у нас за килограмм стоит картофельный салат ну типа оливье грозь и ну качество так себе честно я считаю вообще что кроме моего оливье есть нет ни одно другое оливье невозможно даже сток он вот такого я себе мнение высокое самомнение меня их взяли целых хотела я взяла взять по куриные ножки муж сказал что мелочиться не надо давай возьмем курицу взяли 3 евро 18 центов курица гриль курица гриль целую сейчас салат зубы каждому по ноге и все не видно но в общем курица там поджаристая такая хорошая целая с ногами хотела сказать с ногами с так что еще взяли здесь бананов немножко кристина нам фрукты что еще молока взяла банана 98 центов стоит за килограмм салфеточки евро 88 кетчуп кончился кетчуп иногда надо вы знаете даже в готовку его достаточно кладу часто они так там где-то брызгать в тарелке в тарелке это у нас реже всего не знаю мне вот этому кетчуп у меня научила сандра и я считаю что он самый лучший евро 98 он не знаю очень мне нравится хороший так сливки молоко сливки кофейные молоко в тетра парке и обычная обычная вот такое стоит 45 евро центов а большое молоко стоит это я в чеке посмотрю такие паузы драматические потому что ищу в чеке евро 48 здесь 2 литра xxl и жирность повышенная ну вот красиво опять просят блины в свободные дни скорбь чему не пусть из так что еще хлеба сливки не озвучила 68 евро центов хлеба подождут евро 28 сгущенка нормальная хорошая как как у вас в россии нормально такая хорошая сгущенка евро 28 пакет мягкий такой вот он дрожжи взяла на всякий случай 28 евро центов может что-то будем печь а может делать маски на лицо маску то что-то я как-то не договорила вдруг вы поймете не так так вот хлеба 98 евро центов нарезанные уже кирпичиком черный ржаной хлеб так это он 300 600 грамм 16 кусочков все по счету у нас здесь все строго и еще за 54 цента половинку 330 грамм тоже черный ржаной хлеб муж почему-то такой захотел так еще о из-за чего мы всегда ходим в гроз и магазин и что там очень хорошие там хорошие помоечные пакеты можно ними бегать этот раз он взял аж целых три игру куда они бывают редко бывает обычно ки маленькие узкие и мерзопакостно влезают в ведро и в ней не влезают а вот эти такие большие хорошие поэтому бывают такие именно совсем отличные редко и взял взял три вообще я бы предпочла что они были розовенького цвета или со вкусом лаванды ой простите запах нет я не грызу пакетами не пробовал с запахом лаванды но они какие-то узкие все и поэтому вот такие у нас будут нам надо чтобы всего было много и пакеты тоже много большие стоит они 69 евро центов так сегодня как-то я вам все рассказала как всегда вы найдете обязательно то чего я не озвучила я обязательно что-нибудь забыла это понятно и так вот я прям внимательно смотрю и не видео но в общем сегодня вроде нас так не особо много общий чек по традиции сейчас провозглашу а конечно конечно я уже потому что вы уже сказали мне мысленно и я уже все вы докричали за меня уже даже сейчас печенье все 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 я слышу вас на расстоянии печенье вот это которая в весенний цветок или ты как его от лилля весенний цветок типа шоколад внутри песочная самого гроссовского разлива евро девяносто четыре до конца декабря годно но она не доживет и простые язычки евро двадцать четыре с шоколадом которые обмакивают не было шоколад на окончился простые такие голенькие голенькие печенье тоже хорошие кусочное тесто евро 24 теперь вроде все хоть 39 евро 39 евро да все что я вам сейчас показала но морковка плюс еще было масло плюс да потому что твой другого магазина но сейчас давайте оттащим наше сокровище наше шампанское в комнату посмотрим сколько всего мы взяли из чего взяли и вообще общее как сказать так должен же быть какой-то итог вообще у меня здесь большой как вы грубо говоря бар бар когда-то обзор бара я делала но в сами понимаете что все меняется здесь все меня не бар это такое дело которое без конца меняется но в общем вот он так и куда теперь поставить все это я не знаю мы с вами давно канну кук не пили каннуку это я показывала много раз но может кто не знает это петух на пне это эстонский ликер его мне и не или не или мужу мама подарила короче каннуку к это эстонская как сказать достояние это как как этот его ванна таллинда знаменитый так вот каннукук не менее знаменитый рецепт этого ликера держится в строжайшем секрете никакого состава нигде вы не увидите но когда пьете там как будто привкус семян укропа лично у меня он не очень интересный но как этот мин привкус тмина есть на дне находятся бутылки большой кусок сахара и вот он такой вот за сахарами там и остается каннукук канн это пень в данном случае играет роль вот этот сахар который всегда там вот находится и кук кук это петух получается петух на дне он видите красный да это вот петух вот такой очень вкусный ликер и так вот его знаете по рюмочки али по 2 в общем это я к тому что если когда-то кому-то захочется каких-то сувениров там привести или заказать там не знаю да что привести из эстонии вот это вот каннукук ликер после ванна таллина или даже наряду это одно из лучших наших сувениров наших ликеров так но мы с вами должны куда-то все положить куда неизвестно у нас еще шампанское франция настоящий натуральный ой божечки так ну давайте как-то распихивать так давайте разбираться что у нас здесь имеется так не темно ли здесь темно а вот так светлее значит сами драй то есть полусухое обраудер со 1 это сладко это в другую часть здесь еще сами драй значит два да ну мы не будем сюда ставить все это эпизодично волнуется волнуется как разволновался так еще сами драй сюда свыть сюда я сортирую да я должна все пересчитать значит брюс да и мартиниасти то с дольче сладкий сюда сандра сандра любит только почему-то дольче муж кричит дочи дольче дольче это сладкая вдруг забыл так но не будем грузить несчастный тоненький хлипкий стеклянный столик значит даже не знаю как это все расположить давайте перейдем на пол то есть ящик шампан опять он про это и спорить ради шести бутылок что ли какой смысл это там не за ну хотя бы 12 то подождись от подписчики ответить может и 12 а из-за 12 больше нет я знаю пиво 20 но это понятно но значит смотрите что у нас здесь я добавлю что это конечно то что ты боишься я поняла плохо что что 6 бутылок в ящике и спорить на ящик шампанского это спорить на 6 бутылок то есть я не считаю это несерьезно это вообще как это смысл вообще понимаешь так подводим итоги значит что у нас с вами получается у нас получается сладкого абраудерсо 1 2 3 мартини альчи асти дочи дольче 1 мой муж хотел брюд мартини брюд и бобраудерсо брюд попробовать и а мы любим с мамой очень абраудерсо полусухое сами sweet муж конечно же любит он это все на пробует и потом придет к нам но будет поздно так это значит здесь и вина вина на день рождения у нас в олд тбилиси кинзамараули и кинзамараули вот таких вот еще то есть 4 литра красного вина на день рождения и ванна таллинг лег горячее вино на рождество одно потому что у нас с вами в баре мы только что увидели есть еще двух литров то нам хватит наверно хотя знаете горячее вино не пьется только в рождество как сказать сам сочельник или в само рождество его может все время пить правильно ведь ну так это для согреву вот сейчас например вот например менях за набить в общем вот такая у нас с вами ситуация я думаю что жить можно в общем и целом еще раз повторюсь 6 99 ну короче 7 евро каждая вот эта бутылка но мартинина подороже и вина тоже столько же поэтому так как бы легко считать но вот и все мы готовы вот такой достаточно богатый улов у нас с вами сегодня получился теперь моя душенька спокойно а потому что я уже читала где-то в статье что будут перебои с поставками значит шампанского что мы его вообще не получим там что что-то какие-то задержки какие-то сбои ты наверно так для нагнетения таких вот наивных как я но мне спокойнее когда у меня все везде уже много как говорит муж всех везде всего должно быть много расскажите мне значит ответьте мне пожалуйста на вопрос нам не на прос вопрос не моя мужа он волнуется про ящик шампанского и пожалуйста какое поете шампанское вы что у вас интересного и не только наши местные а вот интересно что пьют в разных странах я знаю что подписчики на совершенно в разных странах прямо вот через весь все континенты поэтому напишите мне пожалуйста что вы пьете в новый год может не шампанское может часть лимона кто вас знает напишите пожалуйста а сейчас я с вами прощаюсь подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки не забывайте хорошего настроения позитива волшебное время главное чтобы хвост пистолетом что все были здоровы конечно счастьем вам и вашим близким до завтра пока пока